Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Тарантас Ньюс и в этом выпуске расскажу вам о планах британского автопроизводителя выпустить уменьшенный Land Rover Defender. Модельная линейка автомобилей британской компании может расшириться за счет самой компактной версии внедорожника Defender. Если проект получит зеленый цвет, то дебют новинки может состояться уже в ближайшие несколько лет. Как пишет издание Witch K, самую младшую модификацию построят на укороченной или даже упрощенной версии нынешней алюминиевой платформы Land Rover. Дизайн экстерьера будет выполнен в стиле самого Defender, при этом далеко не факт, что новинка получит название, которое как-то будет ассоциироваться с культовым внедорожником. Согласно инсайдерской информации, будущий самый доступный Land Rover будут производить исключительно в пятидверном кузове. Ранее появлялась информация, что в линейку моторов самого компактного внедорожника Land Rover могут войти трех- и четырехцилиндровые турбоагрегаты. Не исключается и появление гибридной силовой установки. А вот систему полного привода сделают отдельной опцией. Предположительно, новинка получит максимально простое название Land Rover 80, а ее цена составит порядка 25 тысяч фунтов, то есть примерно полтора раза дешевле самого Land Rover Defender. Стоит отметить, что в компании обдумывают и еще одну возможность расширения семейства, но на этот раз в сторону увеличения. Как пишет портал speedme.ru, внедорожник, который сейчас выпускается в модификациях 90 и 110, может получить версию с индексом 130. Такой вариант сохранит колесную базу внедорожника с индексом 110, но получит более длинный кузов и третий ряд сидений. У российских дилеров новое поколение культового внедорожника должно появиться осенью текущего года, причем в обоих вариантах кузова, трех- и пятидверном. На данный момент у меня все, больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!